К уникальному проекту главы Одинцовского округа Андрея Иванова военно-патриотической эстафете «Салют Победе» уже присоединилось два соседних округа – Власиха и Русский. Желание стать участниками изъявили еще два соседних муниципалитета – Краснознаменск и Молодежный. Действительно, это вовремя, потому что это хорошее дело, патриотическое. Сейчас это необходимо детям рассказывать, а мы рассказываем уже, можно сказать, с ясельных групп, с детских садов. Татьяна Одинцова вместе с председателем окружного координационного совета по делам ветеранов Михаилом Солнцевым и начальником отдела по социальным вопросам управления соцразвития Одинцовской администрации Светланой Беспаловой презентовали проект представителям Краснознаменска и Молодежного в рамках круглого стола, который состоялся в культурно-спортивном комплексе «Назаревский». Главная задача проекта – постоянное внимание к ветеранам в течение всего года, а также знакомство подрастающего поколения с участниками Великой Отечественной войны и доскональное изучение истории наших городов-героев. Эстафета стартовала в нашем округе в 2015 году. Тогда здесь проживали около 500 участников Великой Отечественной. Сегодня их 114. Идет седьмой этап эстафеты. Он посвящен Смоленску. В течение года проводится свыше 10 поздравительных акций для ветеранов Одинцовского округа, не считая юбилеев и памятных дат. В администрации и территориальных управлениях внимательно и бережно относятся к каждому участнику Великой Отечественной, следят за условиями их жизни и оказывают всевозможную помощь. А к проведению военно-патриотических мероприятий в рамках Салюта Победы никогда не подходят формально. Это отметили и гости, которые выразили готовность присоединиться к проекту. В ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве глав трех муниципалитетов в рамках эстафеты Салют Победы. Но на этом в Одинцовском округе останавливаться не намерены. Мы хотим, чтобы к нашей акции, к нашему проекту главы военно-патриотической эстафеты Салют Победы присоединился все больше и больше территорий. Потому что данное время нам диктует о том, что наши герои, они всегда должны быть с нами. И мы должны вместе быть с ними каждый день. Проводить им вот такие замечательные, трогательные, патриотические мероприятия воспитательного характера. И они воспитывают чувство глубокой любви к родине.